1 октября созвана была Рада из духовных и светских людей. Министр спрашивал всех вслух, кого себе избирают в Гетманы. И все единогласно сказали, что желают миргородского полковника. И долгое время все его просили, до последнего человека. А он отговаривался, что старф и такого великого правления понести не может. Тогда тайный советник и министр объявили, что по избранию малороссийского народа его императорское величество жалует апостолов Гетманы. Тут полковники, подхватя его под руки, поставили на стол. Все поздравляли его и шапками на него махали. Новый избранный бил челом за милость его императорского величества, а народ кланялся. Из чиновников упраздненной малороссийской коллегии Наумов должен был некоторых удержать в Глухове, потому что явилась странность. Он привез с собой копию с приходных ведомостей, получавшихся в Сенате от президента коллегии Вильяминова. Но когда Наумов сравнил эти ведомости с поданную ему в Глухове за секретарскую рукою, то нашел большую разницу. А именно, в 1722 году в Сенатской ведомости показано было в приходе 45 527 рублей, а в Калежской – 22 672, в 1723 году в первой – 85 854, а во второй – 47 734. В 1724 году в первой – 141 342, во второй – 108 054. Наумову велено было под рукою проведать о коллегских членах, и услыхал он о великих обидах от них народу. Сильные жалобы поданы были Наумову также на войсковых командиров из немцев, находившихся в Малороссии. К жалобам малороссиян присоединялись жалобы полковников из великороссиян. Полтавский полковник писал на генерала Вейсбаха, что постоянно требует для разных домовых посылок подвод старошей, водовозов, ремесленников, баб для кухни. По обывательским лугам косит сено даровыми работниками и возит его на полковых подводах. Рыбаков берет перемены по четыре человека сотни. Две слободы поселил себе на обывательских землях людьми полтавского полка и уволил эти слободы от квартирной и порционной обязанности. На генерала-поручика Роппа и генерал-майора Дукласа Нежинский полковник Хрущев старшиной показали, что Ропп занял себе квартиру не по указу и без отводу, требует неуказанных всяких съестных и других припасов ежедневно. Находящийся при нем прапорщик Михнев бил комиссара смертным боем и окровавил, а полковника Хрущева Ропп держал под караулом, отобрав шпагу, а старшину полковую грозил бить киями. Племянник его прапорщик Витин, пришедший в Прилудскую ратушу, требовал у Войта подвод без прогонов. Войт не дал и зато был прибит плетью. Обозному того же полка Витин проломил голову. Дуклас отяготил народ в Переславском полку требованиями леса на постройки. Наумов написал Вейсбаху, чтобы исследовал о поступках Роппа и Дукласа. Полковникам послан указ, чтобы лишнего никому ничего не давали, а кто будет насильно брать, о том писали бы к нему и присылали обстоятельные ведомости. Наумов оканчивает свои донесения так. «А чтоб в том справедливость была, ученена. О том познать не почему. Понеже и на самого его генерала Вейсбаха обиды показываются более других». В наказе Наумову говорилось выбрать кандидата в генеральную старшину, а именно в обозные генеральные судьи, генеральные писаря и саулы, бунчуковые, хоружие и прочие чины, которые при Гетманах обыкновенно бывали. А выбирать все кандидаты Гетману по совету с Наумовым во всякий чин человека по двое и по три, и Наумову при том смотреть и предостерегать, чтобы кандидаты были люди добрые и ни в чем не подозрительные, особенно такие, которые были верны во время измены Мазепиной. Имена избранных прислать в коллегию иностранных дел, а до получения указа быть при Гетмане в тех чинах наказным, исправляющим должность. Потому что без старшины Гетману быть нельзя. Наумов писал, что в обозные лучше всего назначить полковника Галагана, ибо хотя он и писать не умеет, однако отличался всегда верностью императорскому величеству. К судейской должности способны Трацина и Староженко, к писарской – Турковский, хотя и говорят, что он не из знатных. В Ясаулы достойны Гамалея и Лисенко, люди добрые и смирные. В Харунжии – Борозна, в Бунчужные – Василий Савич. Относительно суда и расправы было постановлено. Быть по-прежнему их обыкновению суду в городах на ратушах у сотников. Отсюда дела переносятся в полковой суд, на который апелляция вглухов Генеральному войсковому суду. Но так как на этот суд были жалобы от малороссийского народа и теперь приходят, что в нем делаются большие неправды из-за взяток, вследствие чего бедные казаки и поспольство бывают обвинены, полковая старшина, на которую подаются челобития от казаков и простых людей, случается в свойстве и дружбе с генеральными судьями и потому не может быть без похлебства. То император указал в этом генеральном суде заседать из русских троим. Если кто генеральным судом не будет доволен, тот может подавать челобитную Гетману, который рассматривает и вершит дела вместе с Наумовым. Относительно податей Наумов должен был объявить малороссийскому народу, что новые сборы, положенные при существовании коллегии, уничтожаются. Так как прежние полковники назначали сами сотников и других урядников без объявления Гетману по своим личным отношениям и за взятки, то теперь велено было полковнику собирать раду из полковой старшины и сотников и на этой раде по общему приговору назначать двоих или троих кандидатов и присылать их Гетману и Наумову, которые из них выбирают, по их мнению, достойнейшего. Но и Наумов должен был столкнуться с Гетманом и прежде всего относительно судебного порядка. Мы видели, как определен был этот порядок, как постановлена была апелляция от суда городового генеральному и от генерального Гетману. Несмотря на то, продолжалось прежнее обыкновение подавать Челобитной на имя Гетманское, и Гетман по старине приняв Челобитную, отдавал ее в Генеральную канцелярию генеральному писарю, который прикажет на обороте Челобитной выписать кратко, кто и о чем просит, на кого жалуется, и к ответчику посылается от Гетмана универсал или позывный лист с приказанием, чтобы он или помирился с истцом, или явился бы на срок Гетману. И когда явится, то Гетман посылает обоих в Генеральный суд. «Это напоминание от Гетмана прежде суда не худо», – писал Наумов. «Но бывает у них и то, что Гетман посылает мимо Генерального суда сыщиков, которые привозят свои сыски в Генеральную канцелярию, и Гетман по этим сыскам судит сам мимо Генерального суда». «Тут, не без сомнения, да и порядку нет», – продолжает Наумов, – «и другие подобные резолюции бывают из Генеральной канцелярии. Я этому противлюсь, но Гетман отвечает мне, что в том состоит их прежний суд, а в императорской грамоте написано, что суду и расправе быть по-прежнему их обыкновению». Потом Гетман, получив челобитие, не сообщая о нем Генеральному суду, поручал суд известным лицам. Наумов указал несколько таких случаев, которые продолжались, несмотря на представление его Гетману. Когда случалось некоторые дела слушать Наумову вместе с Гетманом и с общего согласия полагать решение по обыкновению с императорским титулом, то Гетман не скреплял этих приговоров, отговариваясь, что прежде у них приговоры на письме не делались и не закреплялись. Наконец Гетман, отправляясь в Москву, посылал в Генеральный суд универсалы, чтоб до счастливого его возвращения на резиденцию приговоров по известным делам не приводили в исполнение. Мы видели, что все новые сборы, положенные при существовании малороссийской коллегии, были уничтожены. Но Наумов должен был привести в известность и порядок финансовое положение страны. Поэтому до избрания Гетманского и после него много раз принимался он, говорит, старшинную духовенством, каким образом собирать подати с малороссийского народа и спрашивал у них, были ли прежде какие-нибудь сборы с Малороссией в казну государеву. Все единогласно отвечали, что не были. Наумов показывал им пункты Богдана Хмельницкого. На это был ответ, хотя и не единогласный, что говорено было посланцами Хмельницкого, а в грамоте его об этом не было прошено. И хотя посланцы и говорили о сборе в царскую казну, но на деле ничего не сделано. Брюховецкий, будучи в Москве, согласился на сбор доходов в царскую казну, но по возвращении изменил, и дело осталось без исполнения. Наумов уговаривал старшину и духовенство, чтобы Малороссия платила в императорскую казну ежегодно известную сумму денег, но не мог уговорить. Из доходов, объявленных малороссийскую коллегию на бумаге, на лицо не оказалось до 100 тысяч рублей. В 1728 году Гетман, приехав в Москву на коронацию, бил челом, чтобы возвращены были Малороссия и ее старые права по пунктам Богдана Хмельницкого, чтобы никто из великороссиян не вступался в суды войсковые. На этом Верховном тайном совете был написан ответ, что малороссияне будут судиться своими в сотенных и полковых судах. Но если кто будет недоволен решением последних, то имеет право переносить дело в Генеральный суд, состоящий из трех великороссиян и трех малороссиян. Гетман получает значение президента этого суда, и мимо нижних судов прямо в Генеральный суд челобитен подавать нельзя. Если же кто не будет доволен и решением Генерального суда, тот может бить челом императору в коллегию иностранных дел. На просьбу об избрании урядников вольными голосами из так называемых родимцов малороссийских был ответ, что Генеральную старшину и полковников выбирать вольными голосами несколько кандидатов и требовать императорского указа, которым один из кандидатов и определяется. Кандидаты же в полковую старшину и сотники выбираются вольными голосами, и один из них утверждается Гетманом, который обязан писать об этом императору с объяснением причин утверждения. Относительно сбора доходов было постановлено, что для предупреждения гетманского произвола при сборе и расходовании учредить подскарбиев одного из великороссиян, а другого из малороссиян. Отменен был указ, изданный при Меншикове, чтобы великороссиянам не покупать имени в Малороссии, сказано. Продажа во всей Российской империи маятности и прочего недвижимого должна быть свободна, и потому как великороссиянам, кроме иноземцев в Малороссии, так и малороссиянам, в великороссийских городах всякие недвижимые имения покупать и продавать невозбранно, причем определяется всем великороссиянам, владеющим землями в Малороссии, с тех земель службы подойти и повинности отправлять и все нести с прочими малороссиянами, равно и быть под судом малороссийским. Только великороссийским вотчинникам запрещается в малороссийские деревни свои переводить крестьян из деревень великороссийских. О раскольниках, поселившихся в Стародубском и Черниговском полках, определено. Выслать их по важным резонам невозможно, а ведать их тому, кто при Гетме не будет. Он должен послать доброго офицера и освидетельствовать, а если их сверх прежней переписи прибавилось, то и окладу на них прибавить и собираемые деньги присылать в коллегию иностранных дел. Если раскольники обидят кого-нибудь из малороссиян, то судить их и по сыску указ чинить Гетману вместе с тем, кто будет при нем от императорского величества. А что они других в свою ересь обращают, зато грозить им смертную казнью, и велеть по возможности их самих от ереси отводить, как в великой России делается, и некоторые обращаются. Таким образом Гетман не получил желаемого. Но всего более неприятно ему было то, что он был подчинен главнокомандующему украинскую армию фельдмаршалу Голицыну. Весть о восстановлении малороссийской старины об избрании Гетмана скоро достигла запорожцев и подала им надежду, что русское правительство согласится снова принять их в подданство. Кто-то распустил у них слух, что Гетманом назначен Сапега, и они прислали к нему письмо с Шляхтичем Хмелевским, в котором выражали желание удалиться от Агарянской страны и, поклонившись его императорскому величеству, под его властью по-прежнему жить. Кашевым атаманом подписался Павел Феодорович. Наумову и Гетману велено было так отвечать Хмелевскому словесно. Мы не безнадежны, что милосердный монарх склонится на желания запорожцев. Вина их простит и при удобном случае в державу свою по-прежнему принять укажет, как и малую Россию в прежнее состояние восстановил, и Гетману быть повелел. Но для этого запорожцам нужно показать непоколебимую верность, знак которой должны сноситься со мною и с Гетманом, уведомляя нас о тамошних происшествиях. Но в Запорожье желали более решительных действий со стороны России. Отсюда писали Гетману. Хотим поклониться его царскому пресветлому престолу и вашу вельможность просим. Умилосердись, как щедролюбивый отец, не попусти нас погибать, чтобы мы не подпали врагам татарам на расхищение. Доброувещательных писем ваших не можем слышать, потому что начальствующие, находясь под игом татарским, боятся войску объявлять. А когда умилосердится ваша вельможность и подаст нам свою помощь войсковую, тогда все будет явно и ясно. Мы обещаемся монаршам у моей статуи вашей вельможности верно служить до конца нашей жизни, и все войско Запорожское, Низовое, на Старую Сечу собирается. От крымской стороны совсем отступает, потому что хан несколько сот нашей братья на свою службу заслал за море, и атамана Кашевого со всей устаршиной захватил под свою державу. 5 июня 1728 года Верховный тайный совет, слушав доношения фельдмаршала князя Голицына, гетмана апостола и тайного советника Наумова и письма запорожцев, которых они объявляют свое намерение, забрав из Новой Сечи войсковые клейноты, перейти в Старую Сечь и объявить, что они находятся под покровительством его императорского величества, рассудил. Во-первых, присланы к гетману из Запорожья четырех казаков отправить назад с таким же словесным приказом, как и в прошлом году, прибавя, что если они в нынешнее время учинят какие противности турецкой стороне, то они в русские границы никак впущены не будут. Во-вторых, послать указы к фельдмаршалу и гетману, чтобы они повсюду подтвердили. Запорожцев, если они придут многолюдством и с ружьем отнюдь не принимать и от границ отбивать оружием, а под рукой словесно обнадеживать их, что при удобном времени они будут приняты. Это объявлять им при случае тайны через важных людей, а других содержать в наивысшем секрете. Полагается на рассуждение фельдмаршала, какому из запорожцев и подарки посылать, чтобы содержать склонными к стороне его императорского величества. В-третьих, в Царьград к резиденту Неплюеву писать, чтобы он принес портие на запорожцев жалобу, что, по слуху, они из всех мест, где поселены по трактатам, хотят приближаться к русским границам, переходить в Старую Сечь и другие места, где по договорам строению быть не следует, так что порта не допускала их до этого, ибо от этих беспокойных и непостоянных людей и без того купечеству русскому происходят обиды. Понемногу и без оружия запорожцев велено было принимать и прежде и теперь. И полтавский полковник доносил, что по 1 июня 1728 года пришло запорожцев на житье в Малороссию 201 человек. А в последних числах приходят ватагами человек по десяти и пригоняют с собой у стада, более желают жить по Самаре и ниже ее. Голицыну писали из Москвы, что этого много и нельзя защищать тех запорожцев, которые поселятся по Самаре, потому что по договору эта река в стороне турецкой. Но в то время, когда в Москве делались распоряжения у неприятий запорожцев, они поднялись и перешли на Старую Сечь, прислав на имя императора такую грамоту от 30 мая.